Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Урайца! Сегодня мы поговорим с вами о сортах винограда, а именно о сортах для новичков, в которых практически нет каких-то изъянов. Эти сорта прощают какие-то ошибки в уходе, ну и по большому счету беспроблемные. Итак, поехали! Если вас заинтересовали сорта, то внизу в описании оставлю ссылочку на электронную почту. Пишите, пришлю каталог, выберите. Пока еще черенки есть. Конечно же, это подборка в первую очередь с нашего участка. Я лишь только могу говорить про собственный опыт. Те сорта, которые у нас практически без проблем выращиваются, каждый год урожайные, даже при каких-то катаклизмах, когда бывают весенние заморозки или лоза не вызрела. Даже когда лоза потеряна, отбиваясь от головы куста, почки плодоносные. Есть такие сорта, которые практически с первой, со второй почки плодоносят. Ну и все ошибки какие-то случайные, они прощают. Кишмиш Юпитер. И тут, конечно, ягодки маленькие, но, как говорится, мал, золотник да дорог. Вкус у него просто вот изумительный и неповторимый. Когда берешь сразу же, вкусняшка, прямо как конфетка. И тут уже настоящий кишмиш. В самых крупных ягодках, как вот здесь вот, есть вот такие вот рудименты. А в мелких ягодках рудиментов нет. То есть вообще без косточковый, настоящий виноград. Мякоть сочная, такая мармеладная. Грозди у него небольшие, такие грамм, может быть, 300-200. Но спокойно можно вешать 2-3 гроздочки на один побег и получить опять же те же самые килограмм. Так что нагрузить его какой-то проблемы нет. Беспроблемный виноград. В этом году у него лоза начала зреть вообще раньше всех. И опять же, в срок тех же самых ультра ранних сортов он вполне входит. Мускат красный, сверх ранний. Вот такие вот небольшие гроздочки у него. Есть грозди, конечно, побольше. Самые крупные забрали, но это вот остались. В среднем гроздь получается у него грамм 500-700. Больше не бывает. Но легко можно повесить 2 гроздочки на побег. То есть килограмм получить прекрасно можно. Ягодка у него не такая уж и крупная. Вот по сравнению с пятачком. Вот такая вот примерно. Ну вот самая крупная ягодка. Вот такого размера. Может вот еще самая крупная. Но за счет того, что он беспроблемный. Зимует хорошо, лоза вызревает хорошо. Но самый первый созревает. И вкус у него мускатный. С мармеладной консистенцией. Вот такая вот у него мякоть. Сочная. 2, 3, 4 бывают, конечно, косточки. Очень вкусный виноград. Кишмиш 342. Вот такая вот у него ягодка не крупная. По сравнению с пятачком. Созревает этот кишмиш примерно на 3-4 дня раньше муската красного сверхраннего. Сила роста у него очень большая. Поэтому нужно обязательно нагружать и гроздями, и побегами. В мелких ягодах тут даже рудиментов нет. А вот самых крупных есть рудиментики. Иногда бывает даже в определенные годы. Бывают даже косточки. Ну, вот такие вот рудименты. Они мягкие, съедаются. Так что, ну, не совсем 100% кишмиш. Наверное, скорее всего, третий класс бессемянности. У ягодки мякоть такая получается сочная. Тут, конечно, нет никаких мускатов, каких-то супер привкусов. Но то, что это кишмишок, детишки его очень любят. И как первый ягод, он всегда уходит, конечно, на ура. Ласточка. Вот такая вот у нее ягодка по размеру. По сравнению с 5-рублевой монеткой. В принципе, достаточно крупный виноград. Гроздьи от 500 грамм и более. Причем грузится очень легко двумя гроздями. Вы всегда килограммы на один побег получите. Без проблем. Созревает она примерно через 10 дней после муската красного сверхраннего. Ну, тут, конечно, такой сильный мускат. Мякоть такая плотная, сочная. Четыре косточки обычно имеет. Вот даже по запаху он очень вкусный. А на вкус, я считаю, это вообще сильнейший мускат. Такую ягодку обязательно нужно иметь. На ранних стадиях созревания имеется теркость. Но по мере созревания ягоды эта теркость уходит. И вкус, когда тогда остается настоящий, вот такой сортовой, с сильным мускатом. Сила роста у нее достаточно большая. Но побеги, если нагружаются правильно, не жируют. Вызревает лоза очень хорошо. Очень хорошо зимует. Это белое чудо или песня. На самом деле, очень вкусный виноград. Грозди такие килограммовые и большие. Ягодка по сравнению с 5-рублевой монеткой почти такая же. Может чуть-чуть поменьше. Но есть разные ягодки. Есть поменьше, есть покрупнее. Вот, вполне с 5-рублевую монетку можно найти. Мякоть у нее достаточно такая сочная. Бывает там 2-3 косточки. Кожица, в принципе, съедаемая. Вкус здесь обычный виноградный. Каких-то изысков нет. Но из-за того, что рана созревает, ягодка, в принципе, крупная. Проблем особых каких-то нет. Еще один плюс, я считаю, для теплицы. Он среднерослый. Очень много работы получается с зелеными операциями. Постоянное пасынкование. То вот у него пасынки даже первого порядка иногда сами не развиваются. А я уж не говорю про то, что если вы первого порядка пасынки уберете, то у вас практически никогда не будет второго порядка. Вот как здесь. И в потолок они сильно не прут. Лоза вызревает отлично. Никаких вопросов никогда всегда вызревает. Всегда вообще с урожаем. Даже в исключительные годы, как в этот, было подморожение. Все равно практически в первых почек всегда идет урожайные лозы, на которых есть соцветия. И практически всегда, даже со старой древесиной, не везде, конечно, отобьется одна-две гроздь у вас будет. Даже если вы абсолютно лозу потеряли. Это память учителя. Бордовая. В начальной стадии такая малиновая. Теперь уже, ну, не совсем темно-бордовая. Ну, такая вот красивая ягодка. В разрезе получается мякоть очень такая плотненькая, хрустящая. Ну, все при ней. При этом сочная. Две-три косточки настоящих есть. Но это никак ее качество не умаляет. Относительно хорошо вызревает лоза. Урожайность у него, конечно, колоссальная. Тут смело килограммовые и более грозди. На каждый побег можно вешать. Ягодка вовсе не маленькая. Вон, по сравнению с пятачком, самое то, ну, все ягодки примерно в такой же размер. Крупненькая, вкусненькая, хрустящая. Всегда нагружена урожаем. Всегда она в почете. Всегда она выручает. Так что теперь уже можно ее внести в раздел классики. Аркадия или Настя. Ягодки у нее достаточно крупные. Но здесь не тот размер. Немножко гроздь первая созрела. Ягодка помельче. Обычно вполне ягодка с 5-рублевую монету. Ягода такая желтая, соломенного цвета. Конечно, я считаю, это самый беспроблемный виноград. Вообще у них каких-то вот таких вот недостатков у него нет. Грузится всегда без проблем. Опыляется без проблем. Горошения практически нет. Если хороший год такой солнечный, всегда ощущается легкий мускатный вкус. Ягода достаточно плотная, хрустящая, сочная. То есть и за счет ее вкуса сочетание беспроблемности, конечно, делает ее незаменимой на винограднике. Я считаю, такая ягода должна быть на любом винограднике. Сила роста у этого винограда достаточно хорошая. Плодоноскость практически с первой почки идет. На каждом побеге как минимум одна гроздь. Можно и оставить две. Но, опять же, так как грозди в среднем килограмм и более, тут нужно нормировать нагрузку. От перегруза страдает и величина ягоды, и грозди. Поэтому его не стоит допускать. А вот золотую середину как раз придерживаться лучше всего. Виктор, в этом году он хорошо окрасился. В том году был практически вот такой вот в лучшем случае. А был еще и зеленее. Этот сорт не надо рекламировать. Его все прекрасно знают. Это огромная ягода. По сравнению с пальцем, с рукой, вот такой вот размерчик. Тут, может быть, конечно, нет какого-то особого вкуса. Но вот такие ягодки, конечно, просто глазами все скушаешь. Красота. Тоже особо каких-то проблем с ним нет. Ягодка не трещит даже в заливные наши августовские дни. Поэтому считаю, что его можно иметь на каждом участке. Вкус у него, конечно, гармоничный, простой. Но вид, вид непередаваемый. Просто супер. Один из, наверное, красивейших сортов. Вообще, какие когда-либо были и еще и будут. Всегда огромные грозди. Килограмм и более. Достаточно хорошая сила роста. Считаю, что его можно иметь на каждом участке. Ромбик однозначно ультра ранний виноград. Вот такие вот у него по названию ромбовидные ягодки. Вот так вот они примерно по размеру с 5-рублевую монету. Ягодка, конечно, у него такая интересная, ромбовидная. Мякоть плотная. Вот тут есть каемочка беленькая, которая говорит уже о плотности ягода. Ну, сочная. Косточек достаточно много. Правда, в ягодке там 5-4 штуки. Это как правило. Мякоть плотная, но и сочная в то же время. На начальной стадии чувствуется терпкость, но во время уже созревания терпкость постепенно уходит. Лоза вызревает хорошо. Очень хорошо зимует. В наших условиях особых каких-то проблем с ним нет. Единственное, что можно четко сказать. Опыляется не всегда хорошо. Грозди у него небольшие. Вот это, наверное, одна из самых больших гроздей. Это 600 грамм. А средние у него такие вот 400-500 грамм. Но, опять же, взять на побег две грозди повешать. Никаких проблем. И даже если одна очень плохо пылилась, то вторая пылится более-менее. В общей сложности килограмм с одного побега можно иметь. Еще одна классика тоже на нашем винограднике. Это Чарли. Вот такая вот ягодка по сравнению с 5-рублевой монеткой. Вот какой бы год не был, как бы не подмерзла лоза. Осенью, может, там что-то не вызрело. Весной, может, подморожено. Вот в этом году подморожено. С первых почек, даже почти можно сказать, что со старой древесины. Вот такой урожай. То есть, конечно, тут не одна гроздь. Средние грозди у него такие там 500 грамм и больше, до килограмма. Но урожайность огромная, колоссальная. То есть, по две грозди с нулевых, можно сказать, почек всегда несет урожай. Всегда выручает нас. Единственное у него недостаток, конечно, может трещать. Поэтому нужно кустик держать во влажном состоянии корневую систему. И тогда проблем нет. Мякоть у него мармеладная, сочная. Одна-две косточки. Не очень много. Самое то. Конечно, у него такой своеобразный вкус. При ранней стадии созревания четко чувствуются посленовые тона. Кому-то, может быть, это не нравится. Нам такая вот его особенность привлекает. И потом постепенно, конечно, эти посленовые нотки по времени созревания исчезают. Но его вот эта кислинка, сортовой такой вот привкус, он никуда не девается. Сила роста у него достаточно большая. Но лоза не жирует и вызревает всегда вовремя. Очень хорошо зимует. Вот это тот виноград, который один из первых был на нашем участке. И вот до сих пор он есть и никуда не денется. Надеюсь, данный обзор вам был полезен. Если у вас есть какой-то тоже опыт, пишите. Для начинающих виноградарей будет полезно. Какие у вас сорта растут без проблем, которые вам очень нравятся. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Успехов вам и до новых встреч!